Вполне естественно, что во время предельного обострения ситуации вокруг Донбасса и возникновения реальной опасности полномасштабного военного конфликта между Москвой и подталкиваемым к самоубийственной авантюре своими американскими партнерами Киевом, на задний план уходят некоторые текущие моменты того, что происходит в Назалежной. И тем не менее, если предположить, что все происходящее сейчас не начало войны, а лишь серия очередных провокационных демаршей на грани фола, придется признать, что за поднятой шумихой мы упускаем нечто очень важное и гораздо более опасное, чем нынешнее бряцание оружием. Что именно? Попробуем разобраться. Выжечь русский мир Пока на востоке страны гремит канонада и грохочут раки спешно стягиваемых туда танковых соединений, в безопасном Киеве местные депутаты увлеченно занимаются законотворчеством на злобу дня. В Верховную Раду Украины внесен законопроект номер 5259, в соответствии с которым стране уголовной ответственности будет подлежать пропаганда русского мира. По сути дела, изменения предлагается вести всего в одну и без того достаточно спорную статью Уголовного кодекса номер 436-1, в которой речь идет о пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. При этом, что характерно, проблемы у людей, даже в шутку, использующих советскую символику, случаются на Украине регулярно. А вот фанатов эсэсовской дивизии Галичина, устраивающих костюмированные действия в форме вермахта и эсэс, а также пропагандирующих верно служивших третьему рейху героев, закон, незамечленных добровольческих батальонов, использующих нацистскую символику напропалую. То, что к упомянутой выше статье, теперь хотят присовокупить пропаганду русского мира, нет ничего удивительного. Ведь авторы законопроекта, депутаты Олег Дунда и Сергей Алексичук, оба, кстати, из партии Зеленского, утверждают, что идея, против которой они призывают вести непримиримую борьбу, это не просто российская внешнеполитическая стратегия, которая применяется для собирания земель и возвращения России статуса сверхдержавы. Они дословно и четко объявляют русский мир, одной из форм нацизма. Главными же инструментами, с помощью которых злокозненный русский мир распространяет собственное тлетворное влияние, депутаты считают православную религию и русский язык. Именно против них на Украине, как несложно догадаться, и будет в случае принятия нового закона вестись, что называется, война на уничтожение. При этом преступными объявляются следующие действия. Использование религиозной риторики в манипуляционных целях, в частности, для пропаганды тезиса о нерушимом духовном единстве двух братских народов, русского и украинского. Также пропаганда ценностей восточно-православной цивилизации, поскольку это понятие искусственно создано российскими политехнологами и является ничем иным, как мифологизация истории. Безусловно, подлежит преследованию и наказанию также любая попытка организации, мероприятий и проектов, направленных на то, чтобы показать, что у России и Украины имеются общее духовное наследие, генеалогия и будущее. Вообще хоть что-то общее. И если кто-то думает, что речь в данном случае идет о каких-то символических карах за символические же проступки, то глубоко ошибается. В той же статье 436.1, даже если ее действие не усилит, помимо совершенно фантасмагорических штрафов, уже фигурируют такие санкции, как тюремное заключение сроком в пять, а то и все десять лет, за изготовление и распространение коммунистической символики. Теперь к ней просто присовокупят символику русского мира, под которую, в принципе, можно подверстать все, вплоть до матрешки, медведей и балалайки, и готово дело. Причем уголовное. Впрочем, самое главное заключается даже не в этом. Если закон примут, то надзирать за его исполнением поручат украинскому гестапо, СБУ. По его доносу в СНБО, ныне играющего роль главного штаба по борьбе со всем пророссийским и оппозиционным, может быть закрыта любая общественная или политическая организация, любое СМИ, любая церковная община. Причем, с полной конфискацией имущества. В России долго говорили об опасности формирования на Украине фашистского государства. Очень хочется спросить. Это уже оно? Или все-таки еще опасность? Снова никто не прозрит. Практические цели безумного творчества панов Алексичука и Дунды, явно исполняющих политический заказ, исходящий сверху, предельно ясны с первого взгляда. Прежде всего, окончательная зачистка не только информационного и политического поля Украины от всего, что имеет хоть какую-то тень пророссийскости, то есть не вопит москалей на ножи, заходясь в конвульсиях и обильно пуская пену. Ликвидация, причем полная и окончательная канонического православия, на сегодня присутствующего в стране исключительно в виде приходов московского патриархата. Все игры с Томасом, и не к ночи будь помянута, ПЦУ, не привели практически ни к чему, те из украинцев, кто еще не утратил веры, продолжают ходить в канонические храмы, абсолютно игнорируя патриотическую истерию. Здесь или так, или никак. Кроме того, упакованная в националистические лозунги гнусность, открывает массу возможностей для беспредела любого рода, от снятия с выборов неугодных кандидатов, до банальнейших рейдерских захватов компаний и предприятий. Подкинули в карман или офис крамольные листовки, или боже упаси, портрет сами знаете кого, и добро пожаловать на нары. СБУ расстарается. И это, опять-таки, лишь часть той глобальной стратегии, которая осуществляется на Украине, начиная с 2014 года, а вот прямо сейчас стала реализовываться прямо-таки форсированными темпами. Вакцинацию населения, равно как и все прочие мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса, тамошняя власть одно за другим проваливает с треском не только в силу собственной бездарности и вороватости. Это тоже один из пунктов плана. Болезнь поражает и убивает, в первую очередь, людей старшего возраста. Их, судя по всему, прививать Киев вообще не собирается, даже теми сомнительными препаратами, которые имеются в его распоряжении. Чем же так не угодны постмайданной власти те, кому сегодня за 50, 60 и более старшие граждане? Тем, что им придется платить пенсии, кому-то прямо сейчас, а кому-то в скором времени. Да, и этим тоже. Впрочем, данная проблема решается чисто по-украински, просто и элегантно. Напомню о заявлении нынешнего премьера страны, Дениса Шмыгаля, через 10-15 лет никаких пенсий не будет. Впрочем, здравомыслящие эксперты утверждают, что глава правительства приврал, крах пенсионной системы наступит через 5 лет, максимум. Как бы то ни было, но налицо осознанный геноцид, уничтожение вполне определенной категории граждан. И объяснение тут простое. Именно те, кому сейчас 50 и более лет еще жили в осознанном возрасте в СССР, и во многих случаях являются носителями соответствующей, если не идеологии, то как минимум, жизненной позиции, решительно противоречащей культивируемым Киевом национально не хотят, не могут и не будут видеть в русских врагов, оккупантов, агрессоров. Они пытаются воспитывать в том же духе собственных детей и внуков, а потому являются опаснейшими агентами русского мира. Нет, конечно, в любой возрастной категории есть разные люди, я даю максимально обобщенную картину, и она именно такова. В настоящее время происходит чудовищное оболванивание молодого поколения украинцев. Недооценивать опасность может только тот, кто не знает, какую чудовищную дичь и ложь, какую звериную ненависть ко всему русскому, буквально вколачивают в их умы и души в школах, вузах, колледжах и училищах. Я знаю, процесс подготовки русофобского Гитлерюгенда идет полным ходом, и реального противостояния ему нет. С принятием законопроекта номер 5259, а он будет принят, не он, так другой аналогичный, и не факт, что не еще более жесткий, будут уничтожены последние центры противостояния превращению Украины в огромную тоталитарную секту, религией которой является ненависть к России и всему русскому. Если этот процесс не остановить как можно быстрее, а остановить его, увы, возможно уже только извне, то расплата будет страшна. Сегодня по официальным данным, население незалежной составляет немногим более 40 миллионов человек. Цифра, конечно, завышена, к тому же надо отбросить от нее малолетних детей, дряхлых стариков, инвалидов. С течением времени она, опять-таки, будет уменьшаться. Однако даже поделив ее пополам, мы получим, через 10, 20, 30 лет, 20 миллионов горящих злобой и ненавистью фанатиков русофобов. Этих уже не придется вылавливать силой и волочь в военкоматы, они сами будут рваться убивать клятых москалей. Запад полностью повторяет свой проект по созданию государства Тарана, направленного в сердце нашей Родины. Единственное отличие в том, что помятуя о собственных прошлых ошибках, господа англосаксы воссоздают его в намного более слабой, но зато на все 100% подконтрольной им версии. В конце концов, вооружение и технику можно и поставить. Главное, безумное и нерассуждающее пушечное мясо. И вот как раз эту роль, судя по всему, Украина приняла для себя целиком и полностью. Кто-то может сказать, ну и что? Да пусть попробуют. Да и не будет ничего такого. Не буду спорить. Просто напомню, Германия стала Третьим Рейхом далеко не за один день и не за год. И численность вермахта 22 июня 1941 года была тоже не в 100 миллионов. Всего 8,5, из которых против СССР были брошены немногим более 4,5 миллионов. Сколько мы потеряли в той войне, думаю, все помнят. Попытки нашей страны сосуществовать с неким образованием, на государственном уровне, пытающимся объявить своей целью и предназначением смертельную борьбу с русским миром, вряд ли можно назвать дальновидной и разумной политикой. Ситуация стремительно развивается от плохого к худшему. Сегодня вдоль границы грохочут танки и войны не хочет никто. Однако завтра, а тем более послезавтра, все станет еще сложнее и еще опаснее.